Дорогие друзья, дорогие слушающие это слово, сегодня буду читать третью книгу Царств, 17 главу. Здесь идет речь о вдове из Сарепты Сидонской, очень прекрасной женщине, как к ней пришел Илья. И Бог сказал Илье, иди в Сарепту Сидонскую, оставайся там, я повелел там женщине вдове кормить тебя. И встал он и пошел в Сарепту. Когда пришел к воротам города, вот там женщина-вдова собирает дрова. И подозвал он ее и сказал, дай мне немного воды в сосуде напиться. И пошла она, чтобы взять. А он закричал вслед ей и сказал, возьми для меня и кусок хлеба в руки свои. Она сказала, жив Господь, Бог твой, у меня нет ничего печеного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине. И вот я наберу полено, дров, пойду, приготовлю это для себя, для сына моего, сидим это и умрем. И сказал ей Илья, не бойся, пойди сделай, что ты сказала, но прежде всего сделай небольшой опреснок для меня, понеси мне. А для себя и сына своего сделаешь потом. Ибо так говорит Господь, Бог Израилев, мука в катке не истощится, и масла в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дочь на землю. И пошла она, и сделала так, как сказал Илья, и кормилась она и он, и дом ее несколько времени. Мука в катке не истощалась, и масла в кувшине не убывала по слову Господа, который изрек он через Илью. Вот такая замечательная, замечательная история. Речь об особенной женщине, вдове. Вот она какая-то была вот такая из всех, всех, всех. Бог именно ее нашел, избрал ее. И вот они описывают, до сегодня мы читаем и думаем, вот как же она последняя смогла отдать пророку, смогла дать Богу, так она это видела, хотя не знала, будет дальше жить или нет, просто по вере отдала, и Бог благословил ее. Я прочитаю стих, который написал на эту тему. Усталая Илья, пустыня безводная, прошел много верст, как Господь пожелал. Был голод в стране, опустили колодцы, час смерти бесстрастной для многих настал. Он шел не к родным и знакомым за хлебом. Он знал, что три года не будет дождей. Он сам помолился, чтоб заперлось небо, загрех отступление царя и людей. Он шел к незнакомой вдове с ее сыном, чтоб засухи время вдали коротать, чтоб Бог из него, как горшечник из глины, мог там в тишине чудный кубок ваять. Но кто же вдова-то, что Бог сам приметил, избрал из немногих и лучшей нашел, и именно к ней в ее дом неприметный Илью в годину испытаний привел. Вдова проживала в Совете Сидонска, не знаем, кто были отец ее мать, но Богу служила она неуклонно, и ради него все смогла бы дать. Сынок у вдовы был, а пища осталась один раз покушать, потом умереть. Она за дровами поспешно собралась, кто мог бы ей слезы печали стереть. Но вот появился вдруг странник, усталый, и пить попросил, да и хлеба поесть. Она рассказала, что пища осталась один раз покушать, потом умереть. — Сначала дай мне, — говорит ей тот странник, — мука не уменьшится в катке твоей, и масло прибудет. Ты дай мне из глани, Бог даст тебе позже по стиле своей. Вдова, не советуясь плотью и кровью, пошла и спекла хлеб ему. А он Божий, дам хлеба ему, и с любовью, а после с сыночком тихонько умру. Но чудо свершилось, и масло в бочонке опять появилось, а в катке мука. Сынок побежал, взял муку ту в ручонке, и радости слезы смахнула рука. Бог знал доброту этой женщины, верность, но все же проверил ее в час беды. Отдаст ли последнее людям по вере, и он не ошибся, увидел плоды. Вдову Бог и позже в беде не оставил, когда умер сын от болезни своей. Илья его силой Господней восставил на радость, чтоб жил до скончания дней. О, дай нам, Господь, соблюдать Твое слово, и дай наших ближних Тебя узнавать. И дай нам во всех испытаниях с любовью все первое смело Тебе посвящать. Добрым и к родным, а порой и к знакомым, к друзьям, да и к братьям по церкви своей. Но как мы поступим, коль странник бездомный придет к нам больной с тяжкой ношей своей? Вдавая совета избранница Божья, пусть будет примером для многих из нас, чтоб Бога любили душой непреложно, и ближних, и дальних всегда исполна. Меня очень вдохновила эта история. Вот я думаю, почему Бог ее нашел именно? Когда я думаю о Матери Иисуса, ведь много было девушек уже в то время, но именно Марию нашел Господь. Вот в ней было нечто особенное. Ее он нашел лучше, чем многих других. И вот так и в других местах мы видим, именно этого человека избрал. Почему? Почему, так сказать, одни люди вот так склонны поверить и, собственно, совсем-совсем, так сказать, расстаться ради Бога, вот его превознести, а другие нет. И Бог это видит. Он видит в каждом человеке, на что он способен. Мне так хочется пожелать каждому, чтобы мы были такие же добрые, как вдова Иссорепты, чтобы мы могли для Бога отдать последнее, чтобы мы увидеть могли в ближнем человеке, вот Ильи, пророка, кто он такой, именно такого великого Божия пророка. Тогда мы и отдадим все последнее. Пусть Господь вас благословит. Пусть Господь вас благословит. Продолжение следует...